Друзья, всем привет! И сегодня у нас будет свеженькая серия дневника BMW. Напомню, ранее я был известен как Mazda Drorcher, владел Mazda E6. После этого я пересел на Toyota Camry 3.5, катался на газу. Еще ранее я катался на автомобилях отца, это был Nissan X-Trail и Nissan Murano с полным приводом. А сегодня я передвигаюсь на BMW F10 2016 года выпуска, который я купил с пробегом. И рассказываю вам в этих роликах, каково это владеть немецким автомобилем, бэушным, да еще и на заднем приводе. В этой серии роликов я исключительно делюсь своими наблюдениями. Поэтому все те, кто присматривается к немецким автомобилям, думают брать, не брать, какие проблемы, какие плюсы, какие минусы, присаживайтесь поудобней. Сегодня вам будет отзыв от реального владельца. В этом ролике у нас есть спонсор, который вам, как автомобилистам, ну 100% понравится. Я когда узнал, что мне хотят предложить, просто был счастлив. В одной из серий я показываю то, что у меня вот есть пакетик вот такой, в котором я перевожу различные там аксессуары свои, да, для автомобиля. Мне пишут люди, Диман, ну ты че как лошара, ввозишься в каком-то пакете, когда есть совсем другие вещи. И мне прислали посылочку. Что в ней, давайте посмотрим вместе с вами. Открываем все народными способами. А здесь у нас, друзья, авто саквояж на 45 литров. Как это будет выглядеть, смотрите, все элементарно, на самом деле, при вас все вскрываю. Кстати, вот этот материал сам по себе, это эко-кожа премиальная. Выбор кожи, да, цвета, вообще куча вариантов, там чуть ли не более 600 цветов, нитки пошив, вообще любые абсолютно. Собирается все элементарно, вот они, липучечки. То есть тут что-то перепутать не получится, даже инструкцию не пришлось открывать. Тем не менее, инструкция есть, если вдруг кому-то что-то будет непонятно, сможете посмотреть, но собрать 2 минуты. Пах! Ну реально, 2 минуты, пожалуйста, собрали вам саквояж. Он идет на 45 литров. Друзья, ну посмотрите сами. Вот нитки, да, подчеркиваю, все можно подобрать под себя. Действительно крутая вещь. Все сделано так, что аккуратненько собирается по принципу конструктора. Пока снежок свеженький, можно все собрать и на земле. Все наши атрибуты, все, что мы возим, переезжают в него. Места действительно очень много остается. В общем, друзья, ссылочку оставляю в описании. Автобекс ждет вас. От Машкова скидка 500 рублей. При этом цена изначально на него вообще невысокая. Никакого Китая нету. Это вам не то, что там перезаказали с Алиэкспресса. Люди делают все сами. Доставка по всей России работает по принципу такому, что ты сначала заказываешь, тебе доставляют. Ты можешь проверить посылку, убедиться, что пришло то, что ты заказывал. И только после этого ты оплачиваешь. То есть, стопроцентная гарантия, что никто тебя не обманет, ты получишь свой товар. Поэтому всем рекомендую. Реально тот товар, за который, как говорится, не стыдно. Автобекс.ру. Ссылочка ждет тебя в описании. По промокоду Машков ты получишь дополнительную скидку. Напомню, что я его купил по цене 1 миллион 700 тысяч рублей. Это BMW F10 с M-пакетом. С пробегом на тот момент 36 тысяч километров. Если мы сейчас с вами зайдем на различные доски объявлений, посмотрим, сколько стоит такой автомобиль, то от 2016 года машина, реально в хорошем состоянии, от первого владельца, если выставить фильтр с пробегом до 60 тысяч километров, должна начинаться по цене от полтора миллиона за самую простую версию бизнес. С M-пакетом машина торгуется в среднем 1 миллион 600-1 миллион 900. Вот в этом диапазоне. Где 1 миллион 900, конечно же, это уже дороговато. Потому что вы просто вдумайтесь, в 2017 году вот такая машина стоила 2 миллиона 100 тысяч рублей. Ты мог без проблем купить машину официального дилера 2.100 на стол и забираешь. Вот скажите мне, если бы сегодня предлагали бы текущую версию G30 за 2.100, кто бы хотел позвонить блондин и сказать, блондин, где эта машина? Так и я готов ее покупать. Я уверен, друзья, что что, но сегодня бы за эту цену многие хотели бы купить новую тачку. Так вот, подводим итог. Все те, кто смотрит, там, находят объявление серии миллион, миллион 100, миллион 200. Ребята, 13-й, 11-й год, не нужна вам такая машина. Или будьте готовы к тому, что вы действительно в нее будете вкладываться. А потом в интернете будете писать, что BMW это плохая тачка. Изначально нужно подходить с головой и помнить про поговорку. Скупой платит дважды, а то и трижды. Лучше изначально подберите хорошо автомобиль. Купите его в хорошем состоянии, с небольшим пробегом от первого владельца. И после этого вы им будете только наслаждаться. Средний расход у него реальный. 10-11 литров. Вот в смешанном цикле, там, на короткие дистанции, по городу я передвигаюсь. Если сжиганить, возможно, он будет больше. Но я на автомобиле не сжиганю, поэтому называю вам исключительно свои цифры. По содержанию автомобиля абсолютно никак меня не напрягает. Я проходил полное ТО, например, у дилера. Это обходилось там 11 тысяч рублей с большой скидкой. Просто межсервисная замена масла обходилась 9 тысяч рублей. Если все это делать на стороне, вот, к примеру, ты просто поехал там маслице поменять, масляный фильтр, салонный, воздушный, ты вложишься в 10 тысяч рублей с учетом того, что ты там расходники купишь сам, приедешь на сервис, оплатишь. Ну, возможно, ты еще и дешевле отдашь денег, ну, меньше денег отдашь. По ходовой части, ну, действительно, подвеска здесь более чем надежная. Найти автомобиль, который убит, но это вот исключительно, когда, вот, дурак на нем ездил, когда ему на все пофигу, яма не яма, он на BMW. Вот, ну, есть такие люди. В моем случае, да и в целом, вот, я общаюсь с владельцами, у друзей у меня есть BMW. Кто-то так, чтобы жаловался на машину, что она у него прям вся сыпется. Ну, подчеркиваю, такое бывает. Такие комментарии и отзывы владельцев можно найти в интернете. И на 20 тысячах мотор может умереть просто одним прекрасным днем. Это лотерея. Но то же самое может быть и с другими автомобилями. Люди вот покупают Land Cruiser 200, легендарная машина. Как выяснилось, куча проблем с моторами. Mazda 6, я когда ее продал, мне начали многие люди писать о том, что, блин, поменяли коробку по гарантии, коробку по гарантии. Новые Toyota Camry, соответственно, тоже машины стали вообще там из фольги сделаны. То есть раньше там, о, Camry, а сейчас уже даже владельцы Toyota, фанаты, говорят, нет, все, это последняя Camry, больше мне не нужна. Поэтому, как таковых напряг по автомобилю, по содержанию, на данный момент я не испытывал вообще понятное дело. Будет дорогой ремонт, снимем, расскажем, покажем. Но я надеюсь, я даже вот на данный момент немножко уверен, что ничего с ней не случится. При этом, если бы вы меня спросили, ну, допустим, скопил ты полтора-два миллиона рублей. И подумываешь купить новую Kia Optima, Mazda 6, Toyota Camry, либо любой иной автомобиль, либо, возможно, даже там какой-нибудь паркетник, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan с полным приводом, да, но с моторчиком там 1.4. Неважно, любой новый автомобиль. И вот все равно, знаете, ну, бывает такое, внутри сидит, блин, а может быть, все-таки взять немца, ну, покататься, жизнь-то одна хочется. Какая-то магия у немецких автомобилей в любом случае есть. Я точно так же мог себе купить новый автомобиль, но выбрал бы ушку. И я вам отвечу одно, друзья, лучше купить себе новую машину. Почему? Не нужны вам эти риски. Я-то снимаю для YouTube, если что-то сломается, для меня это контент, мне это интересно, у меня есть возможность поехать на сервис, мне сделать скидку. Возможно, где-то мы договоримся за рекламу, вы все это прекрасно понимаете. В вашем же случае, покупая новую машину, 100% гарантия от официального дилера, никто на ней не ездил, вы наслаждаетесь, передвигаетесь. Но, если внутри там червячок, так вот, говорит, хочется, тут уже решение принимаете самостоятельно, надо подходить с умом, и тогда вас машина не разочарует точно. Для кого и зачем я снимаю эту серию роликов в 2020 году? Друзья, поймите правильно, что все приходит с опытом. Вот я раньше, когда ездил на японском автомобиле и подумывал купить себе немецкую машину, в интернете постоянно читаешься о том, что это ломучее говно, что не покупаете, постоянно будут проблемы. Начинаешь общаться с некоторыми людьми, они говорят, вот, на заднем приводе зимой наездил, намучился, ну нафиг, никогда в жизни больше не куплю. При этом, общаешься с другими людьми, у кого есть эта машина в наличии, они говорят, да все нормально, проблем нету. Да, бывает, там иногда где-то можешь подстрять, но в целом нареканий ноль. Поэтому, чтобы никого не слушать, я принял решение купить автомобиль и самому покататься. И изначально для меня это была какая-то загадка, я думал, блин, ну как же пройдет эта зима? А сейчас, вот я вам показываю кадры, какая зима? Ну, в этом году она, можно сказать, вообще без снега. Соответственно, передвигаешься, какая-то скользкие участки дороги, где-то выпало немножко снега. Это для заднего привода, где работает хорошо курсовая устойчивость, вообще не проблема. Ну, действительно, вот я обратил внимание, что раньше на Майзде, на Тойоте у меня курсовая устойчивость за зиму срабатывала там 2-3 раза. А сейчас на BMW она регулярно срабатывает, при этом я это замечаю исключительно вот на приборной панели. Так вот едешь, машина держит дорогу уверенно, я получаю от нее удовольствие. Хотя поначалу, я подчеркиваю, я боялся ее покупать, я отскрывать не буду. Сейчас же я понимаю одно, что для города вопросов ноль. Поэтому здесь я хочу сделать акцент. Те, кто смотрит этот ролик, кто подумывает купить, не купить, принимайте решение самостоятельно, смотрите, какие у вас погодные условия. Так, например, некоторые люди мне сейчас пишут о том, что у них там снега намело по 2 метра, а у нас снега нет вообще. Поэтому мне куда-то доехать на машине, ну какой снег? Ждем, вот снег, выпал сегодня снег, быстрее скорее снимать машину. Вот я прекрасно понимаю, что среди вас есть куча специалистов, которые на заднем приводе могут таких пятаков раздавать то, что мама не горюй, Джейсон с этим отдыхает. Для начинающих водителей, для тех, кто постоянно передвигается спокойно, ну вот есть там желание купить автомобиль задним приводом, дорогой автомобиль и не ушатать его зимой. Друзья, вот смотрите, площадочка в спокойном штатном режиме, просто режим D, ничего не отключая, курсовую устойчивость, еду по кругу и поддаю везде равномерно газ. Но я вам буду комментировать. Вот смотрите, я поддаю газку, да, чуть жопу начинает сносить и при этом сразу начинает срабатывать курсовая устойчивость. То есть как такового получается режим такой, знаешь, овощной, вялой езды. Вот я прям газу, вот сейчас я его прям топлю, педаль в пол. Не дает машина тебе, скажем так, нарушить правила дорожного движения, уйти куда-то в занос. То есть, ну вот, ну что это такое, понимаешь? Выглядит это как будто ты дурак. Что происходит, как происходит? Это вот простой вам пример штатной езды. Мы сейчас переходим в режим спорт и отключаем курсовую устойчивость. То же самое и поддам газку. Но здесь уже, понимаешь, здесь уже чуть-чуть ты газку даешь, уже совсем по-другому. Машина, во-первых, реагирует на педаль газа, да. То есть уже, вот смотри, вот сейчас важный момент, да. Если ты дал чуть сильнее газа, а при этом ты там не профессионал, вот я же там никогда дрифтом не занимался, машину сразу уносит. Соответственно, это важно для тех, кто начинающий водитель, вам эту кнопку отключать не нужно. То есть, что я хочу вам показать. В городе, в обычной езде тебе не нужно ничего отключать. Ты будешь передвигаться с ключевой курсовой устойчивости, никаких проблем не будет. В любой поворот, если с головой ты держишь, если ты не будешь специально разгоняться, ты везде спокойно зайдешь. Если ты специалист, мачо, все можешь, пожалуйста, отключай курсовую устойчивость, даже на 520, там, с включенным режимом спорта, ты получишь удовольствие. Естественно, можно машину чипануть, совсем другие ощущения будут, совсем другая машина получается. Больше лошадиных сил, выжимаешься с мотора, больше крутящий момент, можно будет там пожиганить. Если сегодня посмотреть на рынок новых автомобилей BMW 5 серии G30 с бензиновым мотором, самая простая комплектация с задним приводом, вам обойдется примерно 2400 миллионов рублей. Это вот будет очень хорошая цена с дизельным мотором, это будет примерно 2450-2500. Сейчас автомобили стали подороже, хотя раньше вот эти же версии можно было найти чуть дешевле. Я называю условия покупки, наличку положил, оплатил, сел, уехал. Возможно, с учетом КАСК вам сделать чуть пониже цены, здесь все нужно считать. Если посмотреть на автомобили с полным приводом, без М-пакета, ценник будет примерно 2700-2800. Если посмотреть на самую востребованную, самую такую интересную версию, на мой взгляд, это 520-я дизельная, полный привод с М-пакетом. Вот такая машина обойдется примерно 2903. В некоторых дилерских салонах она и вовсе торгуется по цене 300, при условии того, что за 3300-3400 можно уже забрать 530-ю, которая будет гораздо богаче, но вы поймите правильно, да? Вот так вот оно все и происходит в жизни. Вроде бы 2500, но задний привод самая базовая. 2700-2800 полный привод, но без М-пакета хотелось бы поинтереснее посмотреть. И, короче, можно дойти до 530-й дизельной, которая стоит сегодня, вот мы покупали недавно, 3450, но это была очень хорошая цена. В среднем на нее ценник там 3600-3700. Вот отсюда же сразу вопрос, ты отдаешь такие большие деньги за машину, сколько стоит содержать? Специально для вас я заехал к официальному дилеру и говорю, сколько стоит ТО. Вот назовите мне. Во-первых, никакой конкретики, ничего нету абсолютно. Я сколько раз звонил, ну у вас какое ТО, вы пришлите в ВИН, вы приезжаете, поключусь, читаем, посмотрим. В общем, машина умная, и она как бы сама говорит, когда ты приезжаешь на сервис, что делать, что менять, там тормозную жидкость, менять, не менять, в общем, как бы все работает само. Но, тем не менее, первый, второй ТО стоит на бензиновую версию 32 тысячи рублей, на дизельную версию 28400. В него входит замена масла, масляного фильтра, воздушный фильтр, салонный фильтр, ну и, соответственно, диагностика. И вы скажете, охренеть, 30 тысяч рублей за ТО, друзья, по звонку просто говорите, скидочка вам тут же, как правило, по калькулятору там бьют уже минус 30%, это стандарт. То есть, за 20 тысяч рублей без проблем вы влетаете, вам делают ТО. При этом, если полазить, позвонить, точно так же поторговаться, ТО можно сделать, ну, примерно, там, я не знаю, там, за 15-18 тысяч рублей. Но это реальные цифры, то есть, вот у меня кто, друзья, владеют машиной, кто торгуются, также звонят дилерам. Никто 30-ку, 25, никогда в жизни не отдавал, всегда это 20, либо ниже. А, соответственно, 20, либо ниже, Toyota, Camry, Mazda 6, там, ну и так далее, до Kia Optima, это примерно, там, 15 тысяч рублей стоит ТО. Да, ты отдаешь побольше, но, соответственно, ты владеешь совсем другим автомобилем. Но не в два раза, не в три раза ты переплачиваешь. Это важно понимать. Вот единственное, на что я могу пожаловаться, это когда по трассе передвигаешься, разгоняешься на большой скорости, и присутствует такая, знаете, ну, боязливость, сцикливость, как-то так я бы это назвал, на большой скорости. Когда скользко, когда снег пошел, думаешь, блин, ну нафиг, лучше не разгоняться, едешь 100-110. При этом, когда передвигался на автомобиль с передним приводом, либо с полным приводом, уж тем более, летишь по дороге, и ты, главное, чувствуешь машину. Вот на Audi Quattro, в том числе, это вообще совсем другая история. А так, в целом, по городу я езжу, клиренс невысокий, да вообще пофигу, ни разу нигде не черкал, паркуюсь везде без проблем. То есть, к машине я привык к габаритам быстро. И, понимаете, я ожидал каких-то хлопот с автомобилем. Я думал, ну все, сейчас зима начнется, снег посыпется, я там буду как-то визжать, снимать постоянно. А на деле ездишь просто кайфу, уж даже еще интереснее стало передвигаться на машине, чем это было, например, на переднем приводе. Иной раз снег попадает, прям сразу охотится взять тачку покататься. И вот сейчас, вот сейчас, когда я поездил на машине, я понимаю, что намотаться на столб на этой машине, это вообще просто по глупости. Это вот дурак. Вот ты просто сам будешь виноват. Ты, значит, невнимательно смотрел, не почувствовал машину, перегазовал. В общем, что-то ты сделал явно не так, опять же перегазовал. Сколько раз я не нажимал на педаль газа в пол специально, чтобы понять, как она работает, как работает курсовая устойчивость. Все вообще просто-напросто безупречно. Сегодня я показываю примитивные тесты, примитивные сравнения. Вот смотрите, сейчас включена курсовая устойчивость, я просто нажимаю педаль газа в пол. Ну, имитирую, там, допустим, кто-то поехал, там, хотел газку дать. То есть не дает возможности абсолютно никак, знаешь, там, пробукснуть. Мы разгоняемся, да, плавно, постепенно, так, как это должно быть. Вот еще раз, смотри, газ в пол. Спокойненько поехали. Вот что я вам хочу объяснить, там, как работает курсовая устойчивость, это нужно все ощутить самому. Потому что сейчас я отключаю ее. Но при этом сразу чувствуется спортивный характер, задний привод. Ну, вот в этом кайф. Хотя вот совсем недавно была ситуация, что я подъехал на парковочку, выезжал с нее, оплатил, раз газку. А машина-то на месте ставит. Как раз вот насыпало снежку, ледик небольшой, и я прямо улыбаюсь такой, думаю, ну вот оно, наконец-то пришло. Первый раз на ровном месте я встал. Сдал назад, вперед, все, поехал. И также к минусам отнесу, что к автомобилю быстро привыкаешь. Вот поначалу, когда я купил, мне казалось, какая классная шумоизоляция. Сейчас я думаю, блин, а вот можно было бы ее маленько доработать, доделать. Но в целом, знаете, вот я, конечно, сейчас пока что больше довольный владелец BMW, нежели чем недовольный. Читаю регулярно отзывы людей, постоянно мне пишут люди. Или вот среди вас многие пишут, что человек, например, один в Европе купил, живет в Европе, купил себе 530-ю дизельную. Рассказывал, о, классная тачка. Два раза он столкнулся с ремонтом ТНВД, отдал, говорит, там по 4 тысячи евро, то есть по 4,8. Говорит, ну и нахрен, ездил я до этого на Мазде, вот лучше бы я на Мазде и ездил. Вот такая картина. Поэтому здесь, друзья, выводы делать только вам. Я же снимаю свои наблюдения и делюсь ими с вами. Короче, нужно делать нам следующую серию, где мы выйдем уже непосредственно в зиму, там, где будет много снега. Для этого мы поедем в области, как я обещал, потестируем автомобили там. Потому что для города уже мне абсолютно ясно, да и многим тем повладеть давно, это было ясно, что в городе проблем никаких нет абсолютно. Вот эта вся кашица и задний привод, ну, удовольствие, вот так вот это идет. Интересно, клево, при этом какого-то дискомфорта, там, даже если ты где-то чуть там перегазуешь, ты не получишь, потому что все подправит система стабилизации. И при этом, смотри, самое интересное, переплачивать деньги-то не нужно. Я вот за что как бы все время думал, то, что так вот задний привод вроде бы сэкономил, а тот же момент, что ж зимой-то будет, все равно как-то полного, наверное, будет не хватать. Кто там ездит на работу из области, допустим, приезжает в Москву, потом домой. Там, да, наверняка полный привод будет нужен здесь для города, мне вот так вот с головой. Поэтому, когда прям сильный снегопад будет, он, предположим, сейчас наметет так, то, что выехать будет невозможно, я сяду просто-напросто на метро и поеду там по делам, по своим на метро. Вызову такси, как бы сам себе геморрой на пятую точку я искать не буду, плюс ко всему трафик, народ, пробки, в снежную погоду, в заснеженную, все, это увеличивается, красная зона, вся Москва стоит. Поэтому здесь выводы делать только вам, я для себя выводы сделал, что не пожалел, однозначно не пожалел в выборе, передвигаюсь с удовольствием. Собственно, вот такая у нас получается серия, все, что хотел я вам рассказать, я рассказал, делюсь с вами своими наблюдениями, подчеркиваю, все те, кто скажет, а не то, мало информации, надеялся узнать больше, ребят, я вот владею машиной, я себе пометочки делаю, про что мне кажется интересным вам рассказать, что полезным, я вам рассказываю про содержание, про новую, про задний привод зимой, про в целом автомобиль, по укомплектованности, по оснащению. Подчеркну, ничего не пищит, не скрипит, я вас любого могу пригласить, пожалуйста, садитесь, трогайте машину, ну действительно, подобрана машина хорошо, поэтому дарят сейчас одни позитивные, положительные эмоции. В любом случае, выводы делать только вам, что покупать, какую машину покупать, пишите в комментарии, но скажу одно, что немцы, немцы, вот что-что на удовольствие дарят. Вот поездил я на японцах, вот все равно, сейчас катаясь на BMW, вот честно, не возникает желания купить, там, например, Mazda 6, но в топовой версии, не возникает желания купить, там, не знаю, какой-нибудь CX-5, CX-9, либо любой другой японский автомобиль. Хочется теперь, там, ну, какого-нибудь CX-5, там, может, CX-6 бы хотелось, понимаешь, к хорошему быстро привыкаешь, действительно, но, тем не менее, эта машина подбивает меня на то, чтобы я раньше вставал, шел на работу, трудился, зарабатывал. Поэтому, друзья, делайте выводы правильные, трудитесь, зарабатывайте, и все вы будете получать удовольствие от всех ваших покупок. У меня на этом пока что все, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока!